Автор рассказа Ирина Б. Яндекс.Дзен.Мандаринка Парк благоухал. Весна разукрасила его в яркие цвета, преобразила. На клумбах тянулись к небу разноцветные тюльпаны и пестрые петуньи. В затененных местах начинали расцветать ландыши. Повсюду источала сладкий аромат сирень, похожая издали на облака сиреневого дыма. Василиса не спешила домой. Она медленно шла по тропинке, наслаждаясь теплым весенним днем. Солнце ласково согревало ее своими лучами. Легкий ветерок играл с волосами. В такие моменты все проблемы и заботы оставались где-то далеко. А было их немало. Двое детей погодок, ипотека, вечно недовольный, ищущий себя муж. «Васька, ты что ли?» Мужской смутно знакомый голос вывел Василису из задумчивости. Молодая женщина развернулась на каблуках. Она не могла поверить в реальность происходящего. «Тимур? Ты? Откуда?» Василиса смотрела на молодого мужчину, приближающегося к ней с радостной улыбкой на лице. Тимур почти не изменился за эти 12 лет. Широкоплечий, статный красавец с искренней открытой улыбкой и голубыми глазами. Именно таким помнила его Василиса. Именно таким приходил он к ней во сне. Именно таким она видела его последний раз 12 лет назад. Василиса и Тимур познакомились банально. Парень пришел к ним в 10 класс. Перешел из другой школы, потому как его семья переехала. Мать ушла от отца, забрав двух сыновей. Десятиклассника Тимура и третиклассника Гошу. Когда парень только зашел в класс, Василиса поняла, что пропало. Высокий, статный, голубые глаза. Его появление вызвало ажиотаж у девчонок 10 класса. К тому же парень занимался борьбой и в обиду себя не давал. Он не метил в лидеры. Скорее, это было ему просто не нужно. Тимур подружился с Витей Тараном. Однако общался со всеми ровно. И даже пользовался авторитетом в новом коллективе. Парень был спокойным и рассудительным. Хорошо учился и планировал поступать в политехнический университет. Войдя впервые в класс, он сел около Василисы. Ее подруга и соседка по партии Вика как раз болела. И место оказалось свободным. Так Василиса стала первым человеком, с которым новенький начал общаться. Все девчонки в их классе позавидовали Василисе в тот день. «Васька, какой он? О чем вы говорили?» Расспрашивала ее подруга Тоня после уроков. «Не знаю», — развела руками девушка. «Обычный он. О себе много не рассказывал. Так, об учителях расспрашивал меня. Что да как?» «Васька, сядь к Нине на мое место завтра, а я с новеньким». Закинула удочку подруга. «Ну уж нет. Пусть сам решает, с кем ему сидеть», — проявила характер Василиса. Сама она была девушкой достаточно амбициозной и времени зря не теряла. Посещала репетиторов, ходила на танцы и в бассейн. Своё будущее девочка видела в том, чтобы стать доктором-хирургом и помогать людям. Вообще, Василиса всегда была идеалисткой и жила в своем идеальном мире. Родители девушку поддерживали. Она была их единственным ребенком, любимой и желанной доченькой. Не жалели для нее ни времени, ни денег. Несмотря на это, Василису нельзя было назвать эгоисткой. Скорее, наоборот. Она готова была помогать бескорыстно и искренне, если человек нуждался в ее помощи. На любовь у девочки времени не оставалось. Слишком плотный график, да и не считала она, что отношения в 16 лет — это именно то, что ей необходимо. Василиса была уверена, что так называемая «любовь» будет только мешать ей сосредоточиться на главном — подготовке к поступлению в ВУЗ. Поэтому на парней Василиса внимания не обращала, а все попытки их ухаживания пресекала. Это все длилось до тех самых пор, пока не появился Тимур. «Ты с химией разобралась? Никак не пойму, как быть с последней реакцией!» Тимур развел руками. «Не получается ничего, и все тут. Не догоняю. Что там с ингибиторами и катализатором?» «Сам ты ингибитор. Смотри, там просто подвох вот в чем!» Василиса склонилась над тетрадью, объясняя Тимуру сложную химическую реакцию. Их головы соприкасались. Рука парня как-то сама собой накрыла ее руку. Василиса покраснела и отдернула ее. «Прости, я не думал, что тебе будет неприятно!» Отшатнулся парень. «Нет, мне приятно!» Смущенно прошептала девушка. «Просто неожиданно как-то!» «Ты мне сразу понравилась!» Прошептал Тимур. «Как только я тебя увидел!» «Ты не такая, как все!» А вокруг бурлила школьная жизнь. Кто-то списывал домашние задания, кто-то рассказывал о том, какой классный фильм вчера видел. Артем Гаврилин диктовал решение будущей контрольной, которую забыла на столе математичка. Лиза ветрено показывала свои новые фото. И только двое подростков, казалось, не слышали и не видели всего того, что происходит вокруг. Они держались за руки и тонули в глазах друг друга. «Аникин! Аникин! К доске!» «Тимур, ты вообще меня не слышишь?» Голос Зои Петровны, учителя математики, вернул парня на землю. Тимур огляделся. Класс хохотал, учительница стояла подбоченившись, а Василиса покраснела, как рак. «Иду! Я просто задумался!» Парень, на удивление, не мог решить ни одного задания. Он смотрел на доску отсутствующим взглядом и никак не мог вникнуть в суть поставленного задания. «Что с тобой, Тимур?» Зоя Петровна покачала головой. «Я два пока не ставлю. Знаю, что ты в этой теме прекрасно разбираешься. На прошлом уроке ты все задания на отлично решил. Дам тебе индивидуальное домашнее задание, чтобы ты мог исправиться». Домой Василиса и Тимур шли вместе. Они держались за руки и были бесконечно счастливы тем, что обрели друг друга. «Дочь, мне, конечно, нравится Тимур. Он воспитанный, приятный мальчик, но тебе не кажется, что ты уделяешь ему слишком много времени?» Мать Василисы Ольга Андреевна встревоженно смотрела на дочь. Та улыбалась ей глупой, влюбленной улыбкой. «У тебя ЕГЭ в этом году не забыла?» «Мам, конечно, не забыла. При чем здесь ЕГЭ?» Василиса нахмурилась. «Я люблю Тимура, а он меня». «Дочь, мое дело — предупредить. Ты к своей мечте столько времени шла. Не хотелось бы, чтобы сейчас все так закончилось». Василиса мать не слышала. «Она была уверена в том, что впереди только счастье и любовь». Все девчонки в их классе завидовали Василисе. Ведь новенький, как по привычке называли Тимура все два года, выбрал ее. Молодые люди не скрывали своих чувств. Их глаза светились счастьем. Для него Василиса была Васькой. Только с ним она была беззащитной и наивной. «Васька, а поехали со мной в Москву? Я буду там в вуз поступать». Тимур показал Василисе сайт университета. «Буду учиться на инженера». «А поближе нет вузов?» Девушка нахмурилась. «В столичном меде учиться очень дорого». «Васька, ну ты же такая умная! Ты поступишь на бюджет. Просто отец мой там живет и работает. У него бизнес свой. Он сможет нам с жильем помочь. И с работой. Он меня давно зовет. Я буду учиться и работать. Перспектива ведь в столице лучше, чем у нас». Василиса сомневалась. Она понимала, что ее родителям будет нелегко финансово. Да и приезжать к ним она часто не сможет. Однако перспектива учиться в одном городе с Тимуром и, возможно, даже жить с ним вместе, была очень соблазнительной. «Василиса, ты сначала сдай ЕГЭ. Посмотрим на твой бал, потом уже и будем думать, куда поступать». Рассудила мать. «В Москве проходной бал выше, ты же знаешь». ЕГЭ сдано. Аттестаты получены. Результат не мог не порадовать Василису. Несмотря на то, что в последнее время она была увлечена не только учебой, она заработала таки золотую медаль. Да, и экзамен она сдала лучше всех в классе. У Тимура результат был чуть похуже, но тоже выше среднего. Молодые люди засобирались в Москву сдавать документы. «Васька, я съезжу к отцу, все разведаю, узнаю, вернусь через недельку и поедем вместе», — пообещал Тимур, когда они прощались на вокзале. Тогда Василиса видела его в последний раз, однако еще не догадывалась об этом. Тимур позвонил Василисе на следующий день, сказал, что доехал нормально, что его встретил отец. Обещал вскоре перезвонить. Не перезвонил. Василиса пыталась дозвониться до любимого сама, однако абонент был не на связи. В конце концов, девушка решила, что он занят. Тимур давно не виделся с отцом. Вот вернется домой, тогда и расскажет все. Спокойно ждала Василиса возвращения любимого, не ожидая подвоха. Прошла неделя, за ней — вторая. Все так же недоступным оставался телефон Тимура. Все так же не появлялся парень в родном городке. Василиса даже ходила к Тимуру домой, но его матери не было. А младший брат не мог дать ей связанного ответа на вопрос, куда пропал его старший брат. Уехал к папе? Пожав плечами, ответил тот. «Что будем делать?» — спросила Ольга Андреевна дочь. «Документы подавать пора, а то без образования останешься. Осталось несколько дней». «Мам, я не знаю». Василиса растеряно смотрела на мать. С момента пропажи Тимура прошел месяц. Мать парня девушке так и не удалось застать дома. «Василиса, давай будем думать головой. Решается твое будущее. Хватит уже плакать и страдать. Так случается. Первая любовь редко бывает счастливой». «Мам, но ведь не в этом дело. Я просто понять не могу, куда он пропал. Почему не позвонил, не написал. Я ведь ждала, да и сейчас жду». Слезы текли по щекам девушки, но она их просто не замечала. «Он ведь обещал. Я его за язык не тянула. Это была его идея. Вместе в Москву поступать». «Я не знаю, доченька, почему он так поступил. Возможно, что-то пошло не так. Может, просто не настолько тебя любил. Одно я знаю точно. Нужно взять себя в руки и идти дальше. Ты ведь хотела быть доктором. Дерзай. Хватит слезы лить. Впереди вся жизнь». Женщина обняла дочь, и та расплакалась. Однако слезы эти были уже слезами облегчения. «Василиса поступила в медицинский университет в соседнем городе. Москву решила не покорять. Да и надобности в этом у нее больше не было». «А я тебя искал», — улыбался Тимур, жизнерадостный и по-прежнему уверенный в своей неотразимости. «Домой к тебе заходил». «Родители дом купили недавно, переехали». Машинально отчиталась Василиса. «Она все еще не понимала, что произошло. Где ты пропадал эти двенадцать лет?» «Да много всякого было», — протянул парень, вздыхая. «В двух словах не расскажешь. Давай в кафе зайдем, поговорим». Он указал на небольшое заведение с летними столиками, спрятанными в тени деревьев. Молодые люди присели. Официант принес кофе и пирожное картошка, любимая Василисой в детстве. «Еще помнит», — вздохнула она. «Я тогда просто не мог тебе позвонить», — начал говорить Тимур, несмотря на собеседницу. «Приехал, а отец собирается в Европу. Мол, работу у него там и меня выучить сможет. Представляешь, я в самой Великобритании образование получил. Правда, не то, о котором мечтал, но это даже к лучшему. Теперь я экономист, руководитель небольшого предприятия в Москве. Денег хватает». «То есть ты сразу и уехал? Даже домой не заезжал?» Василиса смотрела на Тимура, не отводя глаз. «Я ведь ждала тебя. Надеялась». «Уехал». Отец сказал, что не время в любовь играть. Надо о будущем думать. Просто так получилось. Нахмурился он. «А мать с братом в Москву переехали. Им отец свою квартиру оставил». «Я заходила к ним несколько раз», — протянула женщина. «Думала, что ты вернешься таки». «Отучился, практику прошел», — продолжал Тимур. «На работу в офис вышел. Все шло по плану. А вот тебя забыть так и не смог. Долго не получалось приехать. А сейчас вот отпуск взял, в квартире нашей старой пожить решил. В парке вот нашем гуляю. Помню, как ты любила это место». Тимур взял Василису за руку. Она не знала, одергивать ее или нет. Чувства, которые казались ей давно ушедшими, нахлынули с новой силой. Снова, вырываясь из груди, билось сердце. А в висках пульсировала кровь. Весна пьянила ароматами. Казалось, Василиса вернулась на двенадцать лет назад. Время остановилось. «Где можно так долго шататься? Ты должна была вернуться два часа назад. У меня свои дела есть, кроме того, чтобы с твоими детьми сидеть». Антон, все еще возмущаясь, сунул руки в рукава ветровки. «Буду поздно». «Антон, что там на собеседовании? Ты же ходил, правда?» Женщина преградила путь мужу. «Им нужны кандидаты с большим опытом». Мужчина отвел глаза. «Но у тебя же есть опыт. Ты же почти четыре года на рентгене работал». Не отступалась жена. «Я говорю с большим. Я им не подошел». Антон отстранил женщину и вышел. «Снова пошел к Витьке в гараж», — вздохнула Василиса. «Будут языками чесать да пиво пить. Все же легче, чем работу искать». «Мама, мамочка, а что у нас на ужин?» Пятилетний Алешка вышел навстречу Василисе. За ним приковыляла четырехлетняя Даша. «А что, папа вас не покормил?» Василиса открыла холодильник. «Странно, был же целый лоток котлет». «Папа с дядей Витей все съели», — отрапортовал малыш, указывая на раковину, полную грязной посуды. Там, среди всего прочего, виднелся и лоток из-под котлет. Они долго сидели, пили взрослый лимонад. Василиса увидела за мусорным ведром две бутылки из-под пива. «Так вот, почему он так быстро убежал», — подумала. «Накормила детей, выкупала, прочла сказку, уложила спать, перемыла посуду. Впрочем, все как всегда». Василисе не спалось. Она почему-то вспомнила, как познакомилась с Антоном, студентом-старшеклассником, завидным, как ей тогда казалось, женихом. Это сейчас Антон встретил ее небритым, в несвежей футболке и с легким запахом перегара. Пивное брюшко и обрюзгшее лицо выдавали его увлечения. Тогда, десять лет назад, он был подтянутым и стройным, казалось, даже целеустремленным. Антон учился на рентгенолога, правда, особым рвением в учебе не отличался. Но сессии кое-как сдавал. Василиса внимания на парня сначала не обратила. Она была занята учебой, не отвлекалась по пустякам. К тому же память о Тимуре еще была свежа. Возможно, именно то, что Василиса его игнорировала, и вызвала у Антона такую реакцию. Сначала он решил во что бы то ни стало добиться ее любви. Потом закрепить успех. Больше года он ухаживал за Василисой. Были и букеты, и серенады, и подарки-сюрпризы, и надписи «Я люблю тебя» под окнами. Василиса сдалась-таки под таким натиском. Любила ли она когда-нибудь Антона? Скорее нет, чем да. Однако замуж вышла и даже детей от него родила. Это и стало их собственной точкой невозврата. Наверное, Антон решил, что теперь уже жена никуда не денется. Не нужно было больше ее добиваться и завоевывать. Мужчина переключился на других. Вскоре Василиса улечила его в измене. Он завел роман с собственной медсестрой, с которой и застала его жена, войдя без стука к мужу в кабинет. «Вы бы хоть дверь закрывали!» Насмешливо проговорила она, глядя на поспешно одевающихся любовников. «Василис, это не то, что ты подумала. Я тебя только люблю!» Застегивая в суматохе рубашку не на те пуговицы, скороговоркой тараторил Антон. «Это, ты знаешь, очень заметно!» Холодно произнесла Василиса и вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Она даже скандала не устроила, просто игнорировала мужа, думая, как поступить. У них была общая ипотечная квартира и двое малолетних детей. Было над чем подумать. Так, ничего и не решив, Василиса просто продолжала игнорировать мужа. Он все чаще пропадал по вечерам, возвращался выпившим. «Тебе завтра на работу!» Напоминала она ему. «А ты с перегаром!» «Не твое дело!» Огрызался он, уверенный в том, что теперь уж жена точно никуда не денется, раз измену на тормозах спустила. Антон и подумать не мог, что сделала эта Василиса не от большой любви, а наоборот, из-за равнодушия. Ей было совершенно все равно, с кем ее муж и чем он там занимается. Зато после всего случившегося она имела полное право жить в комнате с детьми, а не делить с ним постель. Чем Василиса не применула воспользоваться? Муж все еще думал, что в ней говорит обида. Василисе было совершенно все равно, что там он себе думает. Она вышла на работу, отдав Дашу в ясли. С деньгами стало попроще. Теперь можно было подумать, как поступить дальше. Антона уволили внезапно. По крайней мере, он так говорил. Как выяснилось, на самом деле его уже предупреждало руководство о том, какое наказание последует за выход на работу в нетрезвом виде. Антон не верил, что его, такого прекрасного специалиста и ценного сотрудника, могут уволить. Как оказалось, зря. Повезло еще, что разрешили написать по собственному желанию. Однако городок у них был небольшой. Слухи разлетелись быстро. Поэтому на работу мужчину брать не спешили. Тем более в частные учреждения. Уже несколько месяцев сидел Антон без работы. Хотя, если честно, напрягало это только Василису. Это ей приходилось платить ипотеку, коммунальные, одевать детей. Все со своей зарплаты. Это было непросто. Поэтому Василиса пыталась трудоустроить мужа. Однако ему это было не нужно. «Василиса, ну чего ты так нервничаешь?» Пожимала плечами свекровь, приезжая к ним в гости раз-другой в месяц. «Я же вам вон какие сумки привезла. Еды на месяц хватит. Пусть Антошка отдохнет немного. В себя придет. Он же все время на вас работал». «Спасибо, конечно». Василиса усмехнулась, поглядывая на пару килограмм картошки и пучок зелени с дачи Веры Михайловны, которые та считала едой на месяц. «Но нам детей кормить надо, за детский сад платить, ипотека еще. И, к слову, на нас ваш сын никогда не работал». Мои родители на первый взнос по ипотеке денег дали, когда квартиру продали, а на работу я вышла, когда Даша едва два года исполнилась. «Ну что ты попрекаешь деньгами-то? Нельзя так к жизни относиться. Не все в деньгах меряется», поучала свекровь. «Это дело она любила». «А в чем?» Василиса не выдержала. «В любви и взаимном уважении? Так скажите об этом Антону и его любовнице, медсестре Танечке». «Ну, ошибся. С кем не бывает? Вы — одна семья. Жена должна простить и поддержать. Должна семью сохранить ради детей». Не сдавалась женщина. «Ничего я уже не должна», — махнула рукой Василиса. «Однако от мужа она не уходила. Пока». С появлением Тимура Василиса будто ожила, очнулась после долгой спячки. «Дочь, что с тобой?» Мать внимательно смотрела на Василису. «Такое чувство, что ты выиграла миллион». «Выиграла, мам, выиграла!» Кружилась по комнате та. «Даже больше! Я с Тимуром помирилась». «С Тимуром? Ну как? Ты же замужем, не забыла?» Женщина нахмурилась. «А ты не забыла, мамочка, что с мужем мы просто в одной квартире живем, как чужие люди? Неужели ты хочешь, чтобы я так прожила всю жизнь? Мне ведь с тридцать всего. Вся жизнь впереди». «Василис, сначала хорошо бы с одним закончить, а потом что-то новое начинать», проворчала мать. «Мамуль», — не слушала ее счастливая дочь, «так ты с малыми посидишь пару дней?» Меня Тимур на турбазу пригласил, а с Антоном оставлять детей не хотелось бы. Сама знаешь, ему доверять нельзя. «Я-то посижу». «Мне-то что? А мужу что скажешь?» спросила хмурясь Ольга Андреевна. «Что-нибудь придумаю», — беспечно отмахнулась Василиса. «Ему, по-моему, все равно». Мужу она сказала, что уезжает на трое суток в командировку. Тот обрадовался не меньше ее. На работе взяла отгулы. И была такова. Турбаза на берегу реки была хороша. Комфортабельные деревянные домики со всеми удобствами. Вокруг красота неимоверная. Зеленый лес. Беседки. Быстрая река с крутыми берегами и тишина. Василиса и Тимур наслаждались уединением и друг другом. «У меня к тебе предложение», — глядя в глаза любимый, произнес Тимур. Солнце в ярко-алых облаках, казалось, тонуло в темной воде реки. Мужчина и женщина сидели в беседке у домика. Завтра они вернутся к привычной жизни. Сегодня их последний вечер вместе. На душе у Василисы было грустно и почему-то тревожно. «Удиви», — улыбнулась Василиса. Она ждала, когда мужчина ее мечты предложит уехать с ним. Даже если бы он жил не в Москве, она поехала бы с ним за три девять земель. Любовь, она такая. «Я завтра уезжаю. Ты же знаешь, отпуск заканчивается и нужно приступать к работе. Я сниму тебе квартиру, а ты приедешь ко мне. Идет?» Тимур не отпускал ее руки. «Не хочу больше с тобой расставаться так надолго». «Я думала, у тебя есть квартира», — протянула Василиса. «Думала, мы будем жить вместе?» «Есть и квартира, и дом. Да только, к сожалению, моя жена, думаю, не будет рада, если ты к нам заедешь», — расхохотался Тимур. «В смысле жена?» — слова мужчины застали Василису врасплох. «Васька, ты правда думала, что все это время я жил один и ждал тебя?» «Конечно, скучал, хотел увидеться, но жизнь-то идет. Тем более, что жена мне нужна была не только для создания семьи, но и для развития бизнеса. Понимаешь, для того, чтобы подняться в Москве, одного образования мало. Пусть даже образование — это европейское. Да и денег у меня было недостаточно. Анжелины семья меня приняла как родного. Отец ее меня в бизнес ввел, замдиректора я сейчас. Так что жена у меня — золото. «Конечно, до тебя ей далеко», — мужчина подмигнул Василисе. «Но без нее я бы был никем. Благодарность никто не отменял». Молодая женщина слушала Тимура, застыв. Она все еще не верила в то, что он говорит серьезно. «И что я там буду делать в Москве, в съемной квартире? Ждать тебя?» Горько вздохнула женщина. «Будешь гулять по столице, заниматься собой, процедуры там всякие, встречать с меня вкусным домашним обедом». Воодушевленно перечислял Тимур, не понимая, что зря старается. «А работа? Там же, наверное, мне можно устроиться в какую-нибудь столичную клинику. Я ведь уже хирург с опытом, меня даже приглашали». Василиса прищурилась. Она внимательно наблюдала за реакцией Тимура. «Зачем тебе работать? Я достаточно зарабатываю. Хочу, чтобы ты всегда была в моем распоряжении, а то еще с работой тебя делить». Хмыкнул мужчина. «А с детьми? С детьми моими ты меня как делить будешь? Или няню им наймешь?» Откровенно троллила мужчину Василиса. Тот, увлекшись мечтами, этого даже не замечал. «С детьми?» Тимур отвел глаза. «Возможно, лучше их оставить здесь? С твоим мужем, с матерью. Ты же понимаешь, что дети не совсем вписываются в нашу жизненную концепцию». «В твою жизненную концепцию?» Василиса резко поднялась. «Как же слепая была! Все еще верила в то, что чудо существует. А в жизни все просто. Каждый сам творит свое чудо. Желаю тебе счастья, Тимур. Ты открыл мне глаза на многие вещи. Можешь не провожать». Василиса на бегу собирала вещи. Тимур все еще пытался донести до нее всю прелесть его идеального плана их идеальной почти совместной жизни. «Не спрашивай меня ни о чем». Василиса предостерегающе посмотрела на мать. «Сама расскажу как-нибудь. У меня сейчас много дел. Все потом. Помнишь, ты мне денег в долг обещала? Еще предложение в силе? Мне нужно чуть больше. Двести тысяч». Спустя несколько дней Василиса оплатила долг по ипотеке. Оставалось совсем немного. И выставила квартиру на продажу, подав при этом на развод. Также молодая женщина позвонила в одну из московских клиник, куда ее давно звали. Зарплата там была в разы выше, чем здесь, в их провинциальном городке. «Ну как же я?» Возмущался Антон, вещи которого жена аккуратно собрала в два чемодана, а те поставила у входа. «Я не хочу с тобой разводиться. Меня все устраивает. У нас же дети. И где мне жить теперь?» «Во-первых, разводиться хочу я. Поэтому других вариантов у тебя нет. Во-вторых, можешь оставаться в этой квартире. Тогда просто отдай мне нашу с детьми часть денег». «Откуда я возьму такие деньги? Ты же знаешь, что я не работаю», проворчал Антон. «Правда? Кто бы мог подумать? Тогда забирай свои чемоданы и добро пожаловать во взрослую жизнь». Говорила Василиса это настолько равнодушно, что Антон понял, других вариантов у него действительно нет. Спустя четыре месяца Василиса взяла в ипотеку двухкомнатную квартиру в Москве. Конечно, не в центре, не в новостройке, но в прекрасном спальном районе с удобной инфраструктурой. Дети пошли в детский сад по соседству. Сама Василиса работала хирургом. «Васька, ты?» Тимур стоял на пороге ее кабинета и удивленно смотрел на женщину. «Мне сказали, что в этом кабинете меня проконсультирует лучший хирург клиники. Это ты?» «А что тебя, собственно, удивляет?» Василиса спокойно смотрела на мужчину. «Я всегда была хорошим врачом». «Знаешь, быть хорошим врачом в провинции и лучшем в московской престижной клинике несколько разные вещи», хмыкнул мужчина. «Ты изменилась», Тимур одобрительно рассматривал Василису. «Еще обижаешься на меня?» «С чего бы это?» «Ты стал для меня прекрасным катализатором, иначе я бы так и сидела в своем захолустье». Улыбнулась она холодно. «Так, может, отметим нашу встречу?» Склонился Тимур над женщиной. Та брезгливо повела плечами. От него пахло табаком и перегаром. Василиса ненавидела эти запахи. «Боюсь, мой муж Василий Степанович не одобрит нашу встречу», хохотнула она. «Да и дети у меня, помнишь? Никакого уединения». «Ты замужем за главврачом?» — хмуро спросил Тимур. «Ага», — кивнула Василиса. «И дети мои живут с нами. Так что времени на глупости нет совершенно. Ты был прав. Работающая женщина, да еще с мужем и с детьми, тут еще вариант в любовнице». «Смеешься надо мной?» — еще больше нахмурился Тимур. «С чего ты взял?» — наивно захлопала ресницами Василиса. «Так в чем проблема? Ты же не поговорить пришел». Приступила она к делу. Больше о любви и прочих глупостях Тимур не заговаривал. Весеннее солнышко пригревало, цветы расцветали, травка зеленела. Василиса шла по парку, улыбаясь сама себе. Она была счастлива. И посодействовали этому счастью, как это ни странно, ее не совсем удачные, мягко говоря, отношения. Если Антон был неким ингибитором, то Тимур в свое время стал для нее настоящим катализатором. Василиса рассмеялась. Она мыслила химическими категориями, а ведь вокруг были живые люди. Однако заслужили ли они человеческого отношения? Относились ли к ней, как к личности? Ответ очевиден. Ингибитор и катализатор. Смеялась Василиса. А люди, идущие ей навстречу, только пожимали плечами. Странная, мол, смеется и сама с собой разговаривает. Автор Ирина Б. Яндекс.Дзен. Мандаринка. Дорогой слушатель, если тебе понравилась эта история, поставь лайк, оставь свой комментарий и подпишись на наш канал. Желаю тебе всего доброго и до встречи в следующем видео.